приветствую сегодня в уроке поговорим про блендер как настроить пбр материалы если у вас уже есть допустим карты диффуза карты отражения roughness normal и так далее на примере вот такого дома будем рассматривать ну что же давайте приступим сделаем импорт блендер через формат fbx все не нужно в стандартной сцене выделяем и удаляем далее переходим в файл импорт fbx находим нам нужный fbx файл импортируем этот дом я создавал в 3d max и уже перевел в формат fbx в 3d max и я смоделировал этот дом используя multisab object материалы то есть назначил уже материалы ну соответственно допустим один объект может иметь два материала допустим у этого объекта 1 1 у этого объекта 1 2 то материал первое дерево 2 материал черного металла блендер полем понимает multisab object поэтому мы переходим вот сюда вот в шейдинг и в слотах можем выбирать нужный нам материал собственно слота 1 это есть айди один multisab object в 3d max и поэтому мы ориентируемся именно на слоты вот эти выделяем первый материал shell house вот вот у меня первый материал переходим в папку где лежат наши текстуры находим нужную текстуру которая назначается на diffuse перетаскиваем прямо в блендер и через color соединяем с bass color и видим что уже эта карта диффузная назначилась обязательно оставьте color space srgb по умолчанию в других картах мы это изменим расположите ноду как вам удобно далее у нас следующее свойство отражения это specular для интенсивности отражения и roughness которая отвечает за шероховатость у меня уже есть подготовленные карты так карта specular я ее перетаскиваю соединяю здесь же я выбираю color space нон color размещаю ноду как мне удобно следующая нода roughness поэтому беру roughness размещаю через color соединяю слот и здесь тоже ставлю нон color и последняя остается у меня карта normal перетаскиваю и соединяю с уже подготовленная нода она была уже по умолчанию normal map через color к color и здесь тоже обязательно не забудьте поставить color space нон color для того чтобы карта нормали правильно отображалась у нас есть параметр strange увеличивая это значение будет увеличиваться интенсивность рельефа если карта правильно настроена нормали изначально то принципе ничего менять не нужно либо вы в редакторе карту настраивайтесь должным образом либо уже здесь редактируйте по необходимости если это нужно следующий материал это материал стекла принципе с ним достаточно просто так перехожу в слот еще материал стекла здесь спекулярс карту я не использую просто максимально ставлю значение далее для того чтобы стекло ну появилось отражение нам необходимо не отражение а прозрачность нам необходимо перейти в настройки в самом материале для этого переходим вот сюда материал про партиз принципе видите все те же параметры которые здесь идем вот сюда в settings и blend мод выбираем альфа хэджет так значит теперь стекло прозрачное также мы можем настроить параметры roughness вот максимально вот минимально то есть шероховатости шероховатости стекло практически не имеет поэтому я поставлю вот такое вот значение примеру если бы я использовал альфа клип параметр для листьев как вот в этом дереве через альфа вот черно-белая карта здесь альфы используется там где белая не прозрачная там где черная прозрачная то бленд мод тоже был бы альфа клип и шаду мод я тоже бы ставил альфа клип для того чтобы именно от вот этой альфы отбрасывались правильные тени возвращаясь к дому остальные материалы я настроил точно таким же образом как я вам показал вот это вот краска черная выглядит вот таким вот образом там просто хорошие качественные пибер текстуры свойства металличности я не настраивал в этом материале а вот в материале вот этой вот ручки дверной я использовал настройки именно металлической поверхности хочу сказать что отличаются они чем к примеру в короне или во в рее немножко специфические настройки сейчас я в этом расскажу итак первое что сделаем настроим свойства металлик слота на максимум на единицу если у вас нету карты соответствующие и спекуляр тоже выкручим на единицу но на спекуляр сейчас я добавлю карту диффуз баскор диффуз баскор я оставляю пока цвет такой же по умолчанию как какой есть серый сейчас я добавлю карту рафнесс так металл хром рафнесс вот с потертостями и шероховатостями так перетаскиваю добавляю в слот рафнесс ставлю color space нон колор так параметры спекуляр либо оставляю как есть либо добавляю если есть карта спекуляр у меня вот такая вот карта практически била но там тоже есть некие царапинки так спекуляр но колор выглядит вот таким вот образом теперь если есть карта нормали вот карта нормали здесь тоже небольшие потертости на ней обязательно добавляю ставим нон колор так вот выглядит вот таким вот образом хорошо ну а то еще не металл в какой нам нужен был поэтому мы добавим еще одну моду для рафнесса выделяем вот так вот таким вот образом далее переходим от вот сюда конвертер и добавляем color ramp ну вот так вот соединяем здесь у нас есть градиентный переход вот этот ползунок здесь черный цвет здесь белый то есть идет от белого к черному я выделяю вот этот ползунок там где белый захожу вот сюда и подредактирую но сделала так вот более серы так и видим уже что заблестел объект свойства такие вот уже металлические у него появились обязательно вот этот color ramp еще соединяем с bass color вот таким вот образом вот ну и вот этот ползуночек можно редактировать собственно я сделал примерно вот такой вот вариант 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 чтобы было похоже ну на какой-то там алюминий сатин вот такого вот плана обязательно сохраните свой файл 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 сэйф называем файл если вы хотите чтобы этот файл содержал и на как архив себя еще текстуры от blender такой дает возможность вы должны сделать перейти вот сюда external data и пак ресурс и файл уже будет внутри содержать ну как бы запакованы все текстуры с этого проекта на этом все надеюсь урок вам понравилось обязательно ставьте лайк пишите в комментарии что вы хотите увидеть по материалам в следующем уроке я сделаю небольшой анонс это будет информация но как бы урок по дисплейсменту это отдельная тема и по свойствам полупрозрачности объектов если хотите поддержать выход новых уроков у вас есть такая возможность вы можете приобрести мои 3d модели ссылку и я оставлю под видео в описании кстати сейчас вышла новая классная модель мокрая дорога с листьями осенними дорога редактируется по сплайну то есть можно менять форму дороги лужи имеют процедурный материал поэтому они будут каждый раз новое те кто работают как фрилансеры возможно работают заказчиками либо на 3d сток а хочу вам порекомендовать платежную систему пионер с ею я пользуюсь уже более пяти лет ссылочка для регистрации тоже будет в описании если перейдете по этой ссылкой то вам на счет придет 25 долларов уже когда вы на карту будете зарабатывать деньги ну что ж на этом все до новых встреч